Еще до Первой мировой войны обрусевший немец Юрий Меллер купил велосипедную ремонтную мастерскую ДУКС. Именно в этот момент и начинается история крупнейшего авиакосмического завода РКЦ «Прогресс». Сначала этот завод выпускал велосипеды, затем автомобили, аэросани и дирижабли. А в июне 1909 года на ДУКСе построили первый в России самолет. В 1917 году завод национализируют и переименовывают в Государственный авиационный завод номер один. Но в скобках еще долго будут писать его первые названия – ДУКС. В октябре 1941 года завод эвакуируют в Куйбышев на уже подготовленную для него площадку. Строили цеха для завода с нуля заключенные без имен ЛАГа. Долгое время эта информация была засекречена. Сейчас уже эта тема находится в разработке, то есть многие документы уже засекречены, открыты. То есть сейчас уже по этой теме можно говорить, что завод строили именно заключенные. В связи с тем, что работа была очень тяжелой и в очень сжатые сроки были возведены коробки корпусов, позднее, уже в 1942 году, начали давать амнистии многим заключенным. И они потом перешли в штат нашего предприятия. В годы войны на заводе в Куйбышеве работало около 36 тысяч человек. Это рабочие, эвакуированные не только из Москвы, но и из заводов Воронежа, Смоленска, блокадного Ленинграда. Вот такие продовольственные карточки, в том числе и хлебные, на месяц выдавались людям. И если бывало, они терялись, практически человек был обречен на голодную смерть, потому что продуктов просто негде было взять. Из воспоминаний от воронежцев они даже к воде нашей целый год привыкали. В годы войны здесь собирали легендарные штурмовики ИЛы, которые и сыграли решающую роль в победе над врагом. Это был настоящий трудовой подвиг. Заводчане не просто выполняли план, а перевыполняли его в суровых условиях военной обстановки. Телеграмма Сталина, суровая по содержанию, послужила тому, что коллектив был настолько мобилизован, что после этой телеграммы, вот за полтора месяца штурмовики была эта машина освоена и пущена в серию. По 15-20 самолетов в сутки именно после этой телеграммы. В 1958 году правительство решило параллельно с выпуском самолетов организовать на заводе производство ракет. 12 апреля 1961 года серийная ракета-носитель вывела на орбиту космический корабль «Восток» с Гагариным на борту. Тогда же завод номер один получил новое звучное имя «Прогресс», которое носят до сих пор. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.